Я сейчас расскажу про свой род Дондриттен. Это мы, Эвены, которые проживаем в Среднеколымском улусе на правом берегу реки. Там есть хребет и Кагирское плоскогорье. Мы живем там, наш род издавна. Нас зафиксировали даже в 17 веке первопроходцы. И с тех пор прошло очень много времени. Мы сохранили свою культуру, свою землю. И по сей день мы проживаем на местности Чубоколах. Это высокая гора на правом берегу и реки Калма, Среднеколымы, высотой 1200 метров. Наша земля, местность Чубоколах, очень красивая. Там горы, тайга, очень много растительности. Наш род состоит из трех фамилий. Тарабукины, Дичковы, Тайшины. Это основные члены нашего рода Дондриттен. Мы в Эвене Дондриттен. Наше жилище называется Яранга. Яранга конусофитной формы. Яранга бывает очень-очень такая красивая снаружи и внутри. Яранга строится. Размеры бывают разного размера. Для маленькой семьи поменьше, для большой семьи побольше бывает. Это Яранга, где я вот сижу, это среднего размера. Я всегда помню, как в детстве моя мама строила Ярангу такую же. Я точно такую же Ярангу построила вот сейчас, как вы видите. Яранги все имеет свое место. Например, Яранга разделяется на четыре части. Для хозяйки, для гостей, для детей. Здесь самый центром Яранги является вот очаг. Здесь костер. Когда мы приходим на новое стойбище, первым делом мы угощаем огонь. И это самый наш обряд такой, чтобы наш очаг, наше живище охраняло от злых духов. Наш род, сейчас о нашем роде конкретно. Наш род, как я сказала, уже зафиксировали в 16 веке, первопроходцы. Также состоял из трех фамилий. Слово Донрычкан, это, если перевести на венский язык, это таежные люди. В переводе. Наша земля – тайга и горы. Мы – котующий народ. Мы всегда жили по соседству с эквагирами, верхней Колымы, таежными эквагирами. Из 16 века и по сей день очень дружно живем вместе. У нас были торговые отношения. Вместе рыбачили. Вместе пасли оленей. И даже наши предки вывели новую породу оленей. Такой крупный, кровосмещение называется. Крупный такой олень у нас, Чупакласский олень. Даже наши предки и рассказывали, что приезжали Чукти и другие народности. Вот привозили с собой очень дорогие подарки на обмен одного нашего оленя. А тундри – это олени маленькие. Наши олени называли солнечные олени. Вот так называли. Это я рассказала, вот как сейчас, да, откуда род Донрычкан появился. Сейчас немножко расскажу о тех временах, когда была междоусобица. В 1960-х годах старик-сказитель рассказывал, подробно излагал о тех событиях, когда происходили междоусобные войны с Чуктями. Стойбище наше всегда устанавливалось на высоком месте, на горе, чтобы видно было с высоты вот вокруг. Видимость была, чтобы хорошая. У каждого мужчины был свой бубен, такой огромный. Это означало, вот, каждый день и ночь мужчины уходили на дежурство на высокую гору и наблюдали, не приближается ли враг. Если враг приближается, они били на бубен, это уже сигнал, что враги идут. Вот тогда вот все стойбище это слышит, и они готовятся. У каждой женщины есть ребенка. С малых лет они воспитывали, как обращаться с маутом, как обращаться с ружьем, с луком, как прыгать. Ну, готовили ребенка, вот, как сейчас сказать, как солдатов. Ага, и они, дети, с малых лет все умели. И прыгать, все, карабкаться по дереву. У женщины имели всегда при себе ножи, мауты, вот. Когда сигнал дается бубном, да, и все выскакивали, и направлялись туда, где было заранее обозначено то место, укрытие. И вот, а женщины и дети, а мужчины встречали врагов. Вот такой бубен для этого принадлежался. Сейчас бубен как бы музыкальный инструмент, это праздник, перезыв к празднику вот так. Бубен это хорошо сейчас. Сейчас я расскажу про старейшины рода. Старейшинами рода, старейшинами рода были обычно состоятельные мужчины, состоятельная семья. Да, они всем родом, как сейчас говорят, собрание собирали, да. И там все, все вот, подняйте руки, скажу, вот, предложение делали, кого старейшин назначить. Кандидатов было много, оленей у нас было много очень. И вот каждый свое мнение говорил. И вот таким образом выбирали старейшин. Роль старейшин, это как бы, не как бы это точно, это его роль решает внутриобщинные дела, например. Кому поселение, кому идти на охоту. А также туда все ходит, женить, посмотреть в стол, куда поесть, каким соседям съездить. Все это старейшины решали. Один старейший, вокруг него еще были несколько старейшин, как помощники. Также старейшины решали земельные вопросы с соседями. Например, нашими соседями всегда были таежные эклагиры. И вот, как я вот не рассказала, вот, они, наверное, занимались оленеводством. Раньше юкагиры тоже занимались оленеводством. И вывели, конечно, вот, огромного, большого, крупного оленя. Вот, этот обмен, все через старейшину, переговоры через старейшину, все происходило. И вот, и они ехали в Верхнюю Колыму, там есть Аргатас. Сейчас до сих пор есть Аргатас. А наша гора называлась Илинтас, Восточная гора у нас называлась. И до сих пор называется. У них Аргатас. И делегация от нашего племени, от нашей общины туда ехала. Они встречались на реке Колыма. И там у них отдельно с их стороны было, делегаты были, с нашей стороны. И вот, они там и решали такой чисто вопрос про оленя, да. Какого возраста оленя вот менять, да. Вот, например, чтобы родился здоровый крупный олененок. Вот, например, важенки там, быки-производители. Все-все решалось очень серьезным образом. Вот, а также, вот, это про оленя, а также вопрос, вопросы, вопросы сватовства решались тоже, вот. Это тоже очень важно. Раньше это все соблюдалось. Ага. С Верхними икуагирами. И они даже приезжали из Нижней Колымы. Икуагиры. Приезжали, Тундрильные икуагиры. Вот, тоже, вот, там совсем другое, другая округа у них. А мы уже, в Верхнеколымском икуагире мы уже давно, до 17 века, поэтому, так, тоже, все. Чем дальше, тем лучше. Сейчас я расскажу о наших национальных костюмах. Как вы тут видите, да, здесь бисера разного цвета. И фиолетовый, и желтый есть. Голубой, белый. И здесь тоже, вот, голубой, белый, желтый, зеленый. Вот, красный есть. Это почему так? Сейчас я объясню. Мы... Почему такая расцветка, да? Я сейчас объясню. Как я уже рассказала, мы 17 века тесно живем с икуагирами. Вот. Поэтому у нас костюмы очень схожие. Икуагирский костюм и наш овенский костюм, который проживает в местности, в Икулах. Вот, поэтому такая, вот такой свет. Есть другие овены, да? У них святая Ваягам совсем другая. Вот, Сокотского моря, которые с моря пришли, да, у них белый, голубой, черный, вот, основной. А у нас, вот поэтому вот такой, да, у нас торговые отношения, вот, одинаковые были с икуагирами. И, вот, это все означает, то, что мы видим, род Дональдин, вокруг, да, Лето, святы всевозможные разного света, листьевница зеленая, вот, солнце вот желтое, небо голубое. Все, это тема, все это, это такое, исходя из окружающей среды у нас. Давно это, в 17 веке у нас такие узоры. Вот, вот этот узор означает, да, это яранги, яранги, тюму, пошли. Это очень много солнца, солнышки, у нас очень даже красивая природа. А вот это вышибка под шейным волосом оленя, это очень такая трудоемкая работа, вот, под шейным волосом, вышибка называется. Это называется хинчача. Это называется хинчача, тоже старинный древний узор. Хинчача называется. Ага. Вот видите, да, вот костюм. Это называется у обенов такой рисунок. Вот мой костюм, ага, шит из шкуры одного дикого оленя. Вот, дикые олени у нас очень крупные, вот, и износостойкие, именно дикые олени. Видите покрой какой? Реглан, это чисто овенская выкройка. Это вот-вот, ставка, вот, все, из одного оленя. Узор, лестница, лестница называется вот этот узор. Вот, здесь тоже все отражает, через света, как и здесь, да, вот, все светло, красиво. Вот здесь, видите, узор вот такой, да, продольный несколько. Этот узор называется атакикавча, это значит паучки, паучки. Сейчас я расскажу про паучки, да, паук. Паук для нашего рода донбетинг, это вообще, как сказать, оберег, да, а тотем. Обратите внимание. Обратите внимание, пожалуйста, вот видите, да, паутину. Вот паутина, вон, где эти, видите паутину. Паук, это для нас, как сказать, все рассказывает пауку. Что ждет, что, например, кто-то откуда-то идет, едет к нам, какая добывция будет, и плохое, и хорошее, основное хорошее рассказывает. Все бывает на паутине заметно, паук так плетет. Вот видите, тотем наш. И поэтому у нас на узорах используются паучки. Вот видите, паучка, это все паучки. Атакикавча. И здесь паучки. Тут паучки. И здесь паучки. Это наш, паучки, узор паучки нас оберегает от злых духов. Еще у нас есть тотем глухарь. Глухарь – это птица очень тихая, красивая. Птица очень даже спокойная. Поэтому наши предки всегда говорили и говорят, и я своим внукам тоже говорю, глухарь – это наш патент. Глухарь похож на нас, да, красивая. Мы глухаря даже, как сказать, не убиваем. Если только сильно, много только убивает. У нас на местности Чебуклах очень-очень много глухарей. У нас еще есть коврик. У меня еще есть коврик с изображением глухаря. Вот. И этот коврик я даже в Москву возила. Здесь на выставках участвовала с этим глухарем. Всегда со мной глухарь. Сейчас я расскажу об одном обряде. Обряд на дальнюю дорогу. Топит, костер горит. Муж с женой сидят возле костра. И когда костер начнет потукать, женщина, хозяйка берет с краю уголек уже потухший. Этот обряд очень древний. Мы, авиа народа думаем, в это очень верим. Когда я была маленькая, этот обряд делали всегда на нашем стойбище. Мой отец был охотником. И мама, и другие старейшины делали всегда, когда охотники собирались на охоту. Или же куда-нибудь в другое стойбище собирались. Гости, вот. Этот обряд для чего делается? Этот обряд делается. Этот обряд решает, ехать завтра или не ехать дальнюю дорогу. Поехать на охоту большую. Или нет. А также поехать ли в соседнее стойбище. Итак, хозяин и хозяйка ждут, когда уголек потухнет. И сейчас показываю. Берется пара рукавиц или же перчатки. Вот веревочки. На них привязывается. Эта рукавица должна быть мужская. Это мужская зимняя рукавица. Вот. Нарядная. Можно даже женская рукавица или перчатки. А перчатки обязательно будут мужские. Далее. Хозяйка берет, подает тому человеку, который делает обряд. Уголек потухший. Вот она мне дает. Вот она дала. Держу в руке, на правой руке. Кладу в одну из рукавиц уголек. Тепленький уголек. Вот. Положила она. Положил. Так. Так держит. И так привязывается. Все вокруг сидят, смотрят. Это делает свои ранги. Зрителю я ранги много. Это очень-очень ответственный момент. Вот так привязывается. Узелок должен быть привязывается вот в таком порядке. Мы уже положили уголек. И теперь эти рукавицы вот так крутим. Крутим, крутит, крутит. Вот так. Много-много раз. До конца. Спокойно все это делается. Это брять на дальнюю дорогу или на большую охоту. Ехать завтра или нет? Ответ будет через несколько минут. Это уже развязывается. Берется правый пальчик, указательный и левый. И вот так оттягивается. Если уголек попадет в правую сторону, ехать надо. Если в левую, ни за что, никуда никто не поедет. Еще неизвестно, в каком рукавице, в какой рукавице уголек есть. Все смотрят, все зрители. Проверяем правую рукавицу. Я уже чувствую. Вот все смотрят, вот соседние. Сразу вот так. И здесь уголька нету. На правой руке. Никакой дороги завтра не будет. Никакой охоты не будет. Уголек левой рукавицы. Этот обряд очень-очень древний. Древний, с 17 века, как я уже рассказала. Наш рот использует по сей день. По сей день. Это работает, как сейчас говорят. Вот. Кто сегодня собирался на охоту, уже все успокаивается. Ружья туда кладутся. Никто завтра никуда не поедет. Это почему так? Были, рассказывали раньше, были случаи, когда этот обряд не соблюдался. Было очень много несчастных случаев. Или же путник заболевал. Много было препятствий. Если на большую охоту ехали, не соблюдая этого обряда, никакой добычи не бывает. Вот. Очень древний обряд на дальнюю дорогу, на большую охоту. Все. Следующий обряд. Следующий обряд. Как я уже рассказала, мой отец был большим охотником, промысловиком. Он добыл в жизни 39 медведей. Очень много сахаток, лосей. И все стойбище. Все стойбище. Он для всего стойбище охотился. Вот. И этот обряд я запомнила, когда мне было 10 лет. Это было осенью, августе. Такой ясный день был. Отец и мать были дома. Я тоже там чем-то занималась. Заходит нашу иранку Иван Степанович Дичков. Это наш родственник. В годах уже. Где-то ему было 50 лет. Мольте зашел. Даже не поздоровался. Я удивилась, поэтому посмотрела на них. Сидит долго. Отец... Сейчас я думаю, да? Они уже друг друга по мимике определили. Вот. Зачем зашел Иван Степанович? Такое время дня. Гости не ходим. Потому что работа, работа. Это было после обеда. Полуобеда. Полдень. Мама тоже смотрит. Я тоже смотрю. Девочка 10 лет. Обычно разговаривают же. Здороваются. Как дела и так далее. Начинают беседовать. На разные повседневные темы. А здесь мальчит. Иван Степанович. И вот такие веточки, лиственницы. У нас вся иранга была, бывает, вот, застелена такими веточками. Это как бы для свежести. Вот. Иван Степанович нагнулся. Вот. Вот. Как бы не означай. Берет любую веточку. Да? Так сделал. Я еще удивилась. Чего старик еще играет веточкой? Там отец сидит. Вот так положил. Вот так. И все. На этом закончился. Все. Сейчас скажу, что это такое. Иван Степанович пришел сказать, что на реке Каменка он видел сахатх, лосей. Отец мой охотничий. Вот. Это для чего делается мальча? Мальча именно. Это чтоб не спугнуть добычу. Вот. Никогда у нас у Овенов не говорится вслух. Ни сахаты, ни лось, ни медведь, ни олендики. Вслух никогда никто не скажет. Потому что спугнуть можно. Добычи не будет. Это очень-очень соблюдалось. Вот. Значение этого обряда. Третий обряд тоже на добычу. Иннокентий Семенович пришел. И поздоровался с отцом. И говорит. Ака. Вот. Я там, вон, где-то там. Глухари ходят. Один. Сам. Это глухарь. Мама. И глухарь. Сын или дочка. Два глухаря. Где-то там название местности назвал. Иннокентий. Отец. Ага. И все. Потом разговор перевели на другую тему. Они не стали обсуждать. Это он сказал уже. Там два сахаты ходят. Вот. Вот. Вот тоже слух не сказал. Вот. Вместе с Акатом Алася. А он сказал. Два глухаря ходят там где-то там. Все. Вот такие у нас обряды. Прошло очень много времени. Но мы посередине соблюдаем такой обряд. Обряд называется встреча гостей. Гости. Которые приехали издалька. Вначале я расскажу, да, как это все происходит. Например, на стойбище бывает пять-шесть яранг. Вот. Путник выходит на ярангу. И путник заходит сразу в первую ярангу. Он никогда не обходит мимо первой яранги. Дальше не идет. Ага. Не обходит. Если дальше пойдет, это считается неуваженнее. Вот. В первую ярангу заходит. Обычно гости встречают на улице. Хозяйка выходит или хозяин выходит. Вот. Гость идет. И момент такой. Овена рода Донбасска. Вот. И другие овены, конечно, тоже. Здороваются, встречаются. Рукопожатие. Четыре руки. Сейчас я покажу. Так. Гость держит руки вот так. Вверх ладонями. Не важно, так ли, так ли. А хозяйка... Левая рука. Здесь рука гостя. Левая рука под этими руками хозяйки. Правая рука над руками гостя. Вот так. Вот здесь рука гостя. И вот так заровывается. Крепко-крепко. Женщины с женщинами касаются щека. Щеки. Вот так. Вот. При этом... Вот. При этом и гость, и хозяин уже знают, каким намерением гость приехал, путник приехал. Уже по силе рукопожатия, по мимике. Хозяйка всегда смотрит в глаза путнику. Вот уже определяется. Ага, уже грустные глаза, веселые. И так далее. По мимике. Это такой обычай. И как называется? Обряд. Не просто так, а вот так. Знакомство. Или же вот... Как называется? Располагающие, если это. Располагают госпутника. Поздоровались. И заходят в Ирангу. Вер открывается. И обязательно коврик бывает для мужчины. Отдельный коврик. Мужчина туда усаживает. Если женщина, для женщины отдельный красивый коврик бывает. Туда усаживают в гости. Обязательно в это сопровождают. Это знак уважения. И хозяйка проходит свою половину и начинает там чай готовить. Иду, мясо там варит. И у нас, нашему роду, разговоры начинаются не сразу. Хозяин просто один раз спрашивает, как приехали, как доехали. Все. Больше ничего не спрашивает. Ждет. Когда начнет, гость сам рассказывает. Рассказывать. Вот в этом отличие. Вопросами не заваливает, как у нас сейчас говорят. Откуда приехал, что там. Такое не бывает. Все мольче. Когда поздоровались уже, по разным же причинам гости приезжают издалька. Ну, сваты приезжают там. Или случайные путники. Или же плохими новостями. Разные люди приезжают. И при первом прикосновении рук, щек, при взгляде, это уже. И хозяин, и путник находят уже. Друг друга узнают мольче. Так. Уже, вопрос уже ясен. Вот. И хозяин ждет, когда он начнет рассказывать свою цель. Зачем он приехал. Их стойбище. Вот так у нас. И хозяйка. Вот начинается чайпитие. Хозяйка самую красивую чашку. С блюдцем чашечка бывает. Разливает чай. Вкусное мясо там, сваренное уже. Готовит самое жирное мясо. Чай пьет. Все. Так. За чаем разговоры идут. В разговоре женщина не участвует. Мольче слушает. Уже беседа закончилась. И гость собирается уходить. Теперь самый важный момент. Смотрите. Смотрите. Вот. гость чашку как кладет. Ложку как кладет. Сейчас чашка была бы, я показала бы. Если гость еще раз придет в скором времени, чашку кладет на блюдце, на бочок, рядом ложечку. Это говорит о том, что он скоро еще приедет. Дальше. Если гость свою чашку кладет вниз, закрывает, да? Сверху ложка кладет вниз. Это говорит, что неизвестно, когда приеду. Может, вообще не приеду. Это уже. Все понимают это. Понимают это. Дальше. Чашка. Чашку кладет вот так как бы вот. А сверху чашку, ложечку вверх кладут, да? Скоро приеду. Совсем скоро-скоро. Вот. И означает спасибо за чай. Вот так. Все мольче. Это все соблюдается. Провода гостя. Когда гостя провожают, обязательно бывает подарок. Если мужчина или молодой человек, обязательно дарится. Если есть щенок, щенка. Щенок, собака для Вена, самый настоящий друг. Он не пастух, он не охотник. Щенка хорошего, хорошей породы собак. Или же нож, очень красивый. Мы, Вена, ножи сами делали, кузнеч, кузнечное дело у нас было давно. Или же обереги. Если там женщина, там из бусы, из бисера, вот такие красивые ожерелья делают. Или же овцы, женскую сумочку, расшитые бисером. Обязательно без подарка гости не отправляются. Когда гость чай попил, и хозяйка дает салфетку. Эта салфетка называется хюри. Хюри называется. Это хюри называется. Делается из стальника. Мягкая такая стружка. Это изготавливается зимой. Мягкая-мягкая стружка. Аух называется второй. И гость вытирается вот так. Руки все. Собратно кладет. У нас вот и так не было. Вот гости провожают. Если мужчина вот долго-долго провожает хозяин. Долго. Там уже не видно. Вот. Так и обряд у нас. Вот прошло лето. Комары, жара. Все. Такая пора прошла. Да, и когда это в августе, в начале августа, когда первый спас по календарю православному, да, когда появляются первые листочки на тальниках, у нас начинается праздник иконак. Все из других стойбищ к нам приезжают люди, гости, даже икогиры, с Нижней Колымы, с других родов приезжают к нам на праздник иконак. Этот праздник иконак означает, например, в эти старейшины, да, уже там деловые вопросы уже заключения, да, делают. Сколько у нас оленей прибавилось, считают. Эти оленям на ушках метки делают, панты обрезают. Это праздник, это все свое, да. А ушки, для чего метки делаются? У каждого, у каждой семьи на ушках оленей бывает своя метка. Вот. Обрезает сбоку или с краю, вот так. Каждый род свою метку знает. Вот видим там на слайде, да, много оленей. Пятьсот оленей, пять тысяч оленей, много же, да. Уже оленевод видит, о, вот мой олен есть, того нету, этого нету. Они сразу определяют, да. Это метка, про метку рассказала. Сейчас про обрезки пантов. Панты для чего реваются, да. Это, во-первых, вот. Бывают бычки, да, которые подрастающие бычки. Вот. Их панты обрезают. Они же растут. Они будущие производители же быки. Они уже, им запрещают производители быков. Там уже есть породистые производители быков. Вот. А эти малыши, они мешаться будут под ногами болтаться. И вот, для этого. И панты у них такие мягкие, это витамины, это деликатес. Вот, обрезают вот такие панты, да. Маленькие. Вот для этого панты. И когда вот обрезают панты, дети бегают с мешочками за мужчинами, да. Мужчины обрезают, а дети собирают мешочки. Такое интересное занятие. Я тоже бегала. Ага, собирали, собирали. И домой относим. Маме привозим. И мама тут начинает там панты вот это над костром держать. И потом все, кушаем эти панты. Так. Еще что? Это первый день так бывает. Вот, деловая, деловая часть, да, проходит. И вот мужчины, мужчины ходят где вот панты режут там и так далее. Вот такие, да. А женщины с девочками уже готовятся дома к празднику. Вот. На праздник уже забивают оленей. Вот это уже женское дело разделывать там мясо. И тут же рядом девушка, девочка с ножичком ходит и помогает маме. Вот она с малых лет девушку учит, как все это делать. Вот. Ни одна косточка топориком не делает, не рубится, да. Все по суставчикам. Все по правилам. Обычно правила есть. Там, где сухожилие спинное, спинное сухожилие, там все. Девочке задание дает мама. Давай, давай, отдели-ка сухожилие. Это же нить. Ага, должен быть вот такие длинные. Попробуй-ка отрежь там, оттуда. Ага, это нельзя. Самые трудные эти задания дает мама. Тут же шкуру она помогает маме, девочка маме. Как шкуру все это делать, сушить и так далее. А мальчики бегают вот со своими братьями, с папами, с отцами там в саде. Ага, с маутами. Вот. Гости уже приехали, участвуют все. Уже везде яранки стоят. В это время девушка наряжается. Ага. Все нарядные и ходят вот так, да. Друг другу гости там. Если вопрос стоит о сватовстве, приезжают там женихи. Молодые люди. Это уже еще не женихи. Молодые люди со своими родственниками старыми. И вот, самый такой интересный момент. Специальное вот такое нету, как бы дефиле по-нашему сейчас сказать, да. Показ не весь. Такого нету. Вот все как бы в обыденный день происходит. И, естественно, вот, которые приехали из других родов, из других этих местностей, да, старики, уже наблюдают, какая девушка как одета, как шита одежда, аккуратно, плохо. Они уже выбирают. Эта невеста нам подходит. Ага. Переразделки оленя тоже, они же участвуют, ходят. Как девушка там справляется, не справляется, это все, никому не говорят. Вот, мужчины тоже вот ходят там, где идет же обрезка пантов, там гости, молодые люди тоже там участвуют. И наши, вот, наблюдая за этим парнем, он метко ли, метко ли он маут кидает. Вот, правильно ли режет это. Все это все так прям подстроим контролем, да. И они уже, старейшины собираются, выбирают, этот молодой человек подойдет нам. А те, вот, эта девушка нам подойдет. И старейшины у вас совещаются на этом празднике. Ага. Такое, как сказать, совещание такое в узком кругу. И уже договариваются. Эта девушка нам подходит. А с этой стороны парень этот подойдет. Все, договор подписан. И разъезжается по домам потом, да. Сейчас идет праздник. Вот. Уже подготовка к празднику уже прошла в один день. Второй день. Три дня празднуют. Второй день начинается праздник. И утром рано встреча солнца бывает у нас. Утром рано от пяти часов, с четырех, с пяти часов начинается встреча солнца у нас. Всегда. И каждый, каждый, каждый свои яранги, каждый семья яранги встречает. Мольча. Затапливает огонь там. И там тоже вот люди встречаются. И выходят. Каждый из яранги. И вот общение с солнцем. Каждая семья. Не публично. Публично у нас не бывает. Ага. Вот. Это все. В пять часов утра все произошло. Все. Встретили солнце каждый. Все. Мольча делается. Потому что природа просыпается только. А птички начали только петь. Никого пугать не надо своим кликом. У нас вообще урода дурных, да? На природе громко кричать, громко смеяться не положено. Было. И сейчас это соблюдается. Никогда вот при обрядах громко никогда не говорим. Все вот так. Полушепотом. Или же который обряд старичный делает все про себя. Вот так. Никто не слышит. Это понятно. Чтоб не испугнуть дух огня. Ага. Все вот так. Все. Воедино все. Соединено уже. Так. Встретя солнца прошла. Начинается самое интересное. С какой-то орангой. Песня слышно. Песни бывают разные. Хвалят друг друга. Критикуют. Сатирические, лирические, любовные. Обычно начинают пожилые женщины. Или пожилые мужчины. Начинают. Вот, например, да. Я даже помню. Моя тетушка выходит. Или бабушка. И это сохранялось до 60-х годов у нас. Я сейчас я попародирую, как она спела. Утром ран где-то 8-9 часов. Ага. Ага. Ку-ку. Хаменка. Кая. Кокки. Хэрк. Кями. Тетти. Тарти. Кей. Канукали. Кангир. Коснандары. И бабушка так спела. Уже эта песня адресована вон тому старику той ранге. А она критика это. И тут же тут, да, все слышат же, да, все понимают, кому адресована. Тот старик отвечает ей. Ага, тоже так же. Очень даже интересно было. Все люди смеются. Ага, смеются. Потом бабушка тоже отвечает. Уже по-другому, по-праздничному. Ага, и он тоже отвечает царик. Вот таким образом. И молодые люди тоже любовные. Давай, например, по-русски скажу. Имя девушки не говорят. Какой ранг этой девушки никто не говорит. Потому что не положено, видимо, было. И он так, говорит, поет песню, да, по-русски скажу. Девушка красивая, как молодая лиственница. Ага. Встроенная. Ага. Вот. Приходи сегодня за тот камень. До свидания ко мне. Ага. Вот так, да. И все гадают, это кому как-то относится. Ага. Вот все. Особо никто там средствия не ведет. Так проходит. Потом только узнаем. Узнают. Ага. Вот так происходит. А девушка... ...читает, чтобы никто не знал. Они, наверное, знакомы были до этого. Поэтому, наверное... Ну, это как бы, как бы... Сейчас, если сказать, как будет, ты отравизованный, что ли? Ага. Вот. И начинают, вот уже до обеда, начинают, выходят на гэдя. Вот там гэдя выходит. Начинают. Начинают целый день гэдя. Там судьи сидят там. И обязательно молодой человек, который приехал, гэдя умеет, должен говорить. Говорит, гэдя, говорят. Все. И много еды бывает. Вот так праздник проходит. Очень даже интересно. Наступает вечер. Теперь очередь за стариками, сказителями. Собираются они. Определенные ранга бывают. Старик, сказителями, начинает детям сказки рассказывать. Детям и молодежи. Всю ночь рассказать может. Разные все. Дети все ждут. Когда же вечер наступит? Сказки послушаем, сказки послушаем. Ага. Все в ожидании. Я тоже помню. Семен старик был. Он рассказывал такие интересные сказки. И вот старик рассказывает, 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 слушает, слушает, слушает день. Тоже дети засыпают, спят все. О, старик рассказывает, пока все не уснут. Так интересно было. Вот так праздник прошел. Это который день? Второй или третий день уже. А уже третий день. Вот так праздник проходит. Третий день уже проводы. Там спортивные игры там еще есть. Третий день. Спортивные игры там. У нас спортивные игры такие бывают, да? Прыжки с камня на камень. Такие для мужчин. Вот там не берут там. У нас же гараж у нас. Ага. С камня на камень прыгают. Все. Хоть как. Молодец, человек, не должен упасть. Ага. Это очень опасно, но мы так уже воспитаны с малыми дети. Это они умеют. Ну, бывает, что падают. Ничего. И камень или скалолазание. У нас такие большие горжи. Ага. И девушки тоже вот. Вместе с парнями тоже лазают. Это уже показывают. Все умеют. Все такие приучены. Конечно, и метание аркана там. Много чего есть. Лазание по дереву. Еще у нас мячики бывают. И шкуры сделаны. И кидают мячик. Пык. Ага. Попал. Ага. Если три раза попадешь, все, из игры ходит. Как будто стандар попадает. Ага. Как будто стандар. Ага. Вот. Попадает. Еще очень есть такая интересная игра для всех. И бабушки, и старики, молодые люди, девушки, дети. Все участвуют. Вот. Называется муникан. Муникан называется. Муникан. Это означает лови, да? По лови арканом. Лови арканом. Это очень интересная игра. Кажет за себя. Ставится четырехметровая палка. Вот так, да? Вертикально. Оттуда. Оттуда. Это веревка. И на кончике веревки вот такой длины палочка. И вокруг все крутят вот так. Диаметр большой бывает. И все вокруг стоят с арканами, маутами. И ловят эту крутящуюся палочку. Кто поймает, побеждает, да? И побеждает, побеждает. А кто? Если три круга сделали, если два раза он поймал этот один и тот же человек, он победит и большой приз три раза. Приз целый олень. Это на празднике. Ага. Целый. Вообще, как у нас машина, да? Девушки, если поймают, девушке вот важенку дарят. Ага. И это все старейшин смотрят. Жениха и невесту это время. Наблюдение идет вообще. Ага. Хе-хе-хе. И вот такой конкурс. Как конкурс идет. Это сноровка, ловкость, смелость даже. Ага. Никто не боится позора. Потому что это же вообще очень нужно. Вот себя показывает человек. Ага. Это манико называется. Каждой семье мячик есть. Ага. Это как игрушка. Дети играют, длинные маленькие мячики играют. Я рассказала о нашем роде Дональд Кэн. А сейчас расскажу о нашей семье. Мой отец Дичков Иван Федорович. Иван Федорович, он родом из Момы. И его отец приехал из Момы. Значит, выходит мой дедушка. Мой дедушка женился на местной девушке. Вместо Сычевокулах. Это моя бабушка по отцу. Вот. Они стали жить вместе. И у них родился мой отец, моя тетя. А еще две тети родились. Мой отец был охотником, промысловиком, оленеводом. Он был лидером в нашем роду. Он бригадиром был, хорошим оленеводом был. Он даже был депутатом районного совета, среднеколумского района. И за хорошую работу, за добутию несколько туси белок, его наградили орденом знака почета. И он ездил на ВДНХ, город Москва, в 60-м году. Потом отец мой женился на очень-очень богатой девушке. Екатерина Петровна зовут ее. Это моя мама. Она из очень-очень богатой семьи. Ее родители имели 8-9 тысяч рублей. Вот, самый богатый. Отец мой был из бедной семьи. Ну, как в книгах пишут, как и везде рассказывают. Это был, наверное, как-то неравный брак, что ли. Сейчас это. Но они любили друг друга очень. Потом жили вместе со всеми. Все смирились, нормально было. Потому что мой отец им понравился тем, что он был охотник, лобкий, сильный человек. Он этим и понравился родителям невесты. И они стали... Мама моя была очень тихая девушка. Никогда громко не говорила. И спокойно. И главная была такая мастерица. Ее семья, ее мама, это моя бабушка, у них были такие красивые-красивые одежды. Потому что у них материала много было, наверное. Это тоже, конечно, какую-то роль играло. И они... Вот мой дедушка даже ездил на море, на север, да, где Чехол, или через Билибин, или через Анюск, к морю, к американским или английским купцам. У них торговые отношения были. Помню, у моей бабушки, да, в 60-х годах были такие посуды старинные. Они говорили, это американский заварник, американская кастрюля. И до сих пор, наверное, там есть. Вот они такие торговые отношения были. И вот моя мама... Сейчас я вам расскажу, зачитаю, да, из архивных данных. Вот. Я работала, да, в архиве и собирала вот свои... Вот откуда я родом, кто мои предки, мои бабушки, дедушки, мои родители. Вот. И вот нашла архивные данные город Якутск. Фонд 70, опись 1. Так, номер 19, 26, 27, ГГ. Это по семейной списке домохозяев Колымского округа, Верхнеколымское туземное общество ЯССР. Написано было. Это папка такая. Местность Капертас, Тюбокуллах. Тайшин Петр Митрофанович. Это мой дед по матери, который имеет 7 тысяч, 8 тысяч оленей. Имел. Так, в этой описи было мужчин 8, женщин 7, всего 15 человек. Это уже второй дельянский род. Дельянский род. Ага, дельянский род. Тогда было. А до этого, примечание, до этого мы род Донрекен. Донрекен назывались. Ветка дельянского рода. Вот. А то значит общее, большее самое дельянскому? Дельянскому, ага. Потому что сейчас, сейчас и там и в Нижнем Колумне есть, и в Верхнем Колумне есть, и там Амолоне там есть, дельянский, общий род. А мы только качево-класски, мы с его Донрекенами были 17 века. Ага. И наши ученые включили дельянский общий род. О моем отце и его родителях. Среднеколымский собор, 1913 год, 30 января, страница 387-я. Вторая часть бракосочетания, январь, 30-я, счет 3. Ламут первого уяганского рода, это Дичков Федор Николаевич, это дедушка мой, вступил в брак, 40 лет вступил в брак. И ламутская девица Агафья Николаевна Тарабукина, первый брак, это моя бабушка по отцу. православная 23 года ей было разница, а дедушке 40 лет, а бабушке 23. Совершил таинство протоирей Владимир Никифоров, поручители по жениху Дичков Семен, по невесте Тарабукин Семен. Вот как раньше работали, как бы зарегистрировали брак, это значит, да. Дальше, Среднеколымский собор, 1914 год, было в 13-м году у них брак, зарегистрировал, 1914 год, страница 28-я, у них родилась дочь Евдокия, честь православной мученицы, назвали Евдокия ее. Праздник церкви 1-я марта, дата рождения 18-го января 1914 года, крещена 17-го февраля, Евдокия. Дичков Федор Николаевич, это мой дедушка, вступил в брак с Агафьей Николаевной. Ага. Через год родилась дочка Евдокия, это сестра моего отца, первый ребенок. Ага. 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 Дочка родилась. Потом сын родился. Ага, мой отец. Вот. Вот все зафиксировано. Священник Владимир Антипин, его жена Анна Георгиевна Антипина. Мама моя с малых лет меня учила выделывать камусы вот так. Меня звала она Оксе. Оксе Ма Рау Я Мангали. Я брала на руку вот такую штуку. Сижу, делаю. Ручки-то маленькие, она оттуда смотрит. Посильнее, посильнее. Так, 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 делаю, делаю, делаю. Мно, мно, мно. Мно, мно. Конечно, очень такой тяжелый труд. Вот, я подрастала, потом так активно начала сама вот так мять. И у меня получились такие мягкие камусы. Вот, она учила мне шить унты вот так. Берешь, говорит, как нанизываешь. И она каждое шоу проверяла и говорит и поет. И мне дает вот маленький материал. Давай соедини эти два кусочка, она говорит, задание мне дает. Я подросток. Ага, я начинаю. Это не могла пользоваться, она меня настаивала. Вот так Вот, начинаю шить вот так по отдельности. Она говорит, вместе держи. Вот так. целый рот. Так, шью, там, и потом между ними вот так, да? Почти что сантиметр стежок. Ага. Потом иду вот так. Она смотрит стежок в такое сантиметровое расстояние. Смотрит и начинает петь. Яка варек тураки кая гирпача нурайчин нурайчин Это, знаете, поет? Ты прямо как ворона шиешь, вороньи шаги, шишки, стежки. А ты шиешь как птичьи стежки. Это как? Мелко, один миллиметр, даже расстояние должно быть, говорит, между стежками. Вот такие. Это уже птичка вышивала, говорит. А ты шила, как ворона вышивала. Потом посмотрели на камни, на камни бывает наросты какие-то, растительность. Она объясняет, такие большие, грубоватые, черные. Это ворона вышивала. Там посмотрели, мелко-мелко, это птичка вышивала. Ты должна вышивать вот так. Птичка, вот аккуратно же. Она меня так учила, наглядно. Так интересно было. Она была певуней вообще, пела. И она мне рассказка рассказывает и шьет. Вот так я училась. Потом я стала, ну, я уже знала вот такие базовые знания, как шить. Потом в школу пошла, в школу учила же, не до этого было, мало стало, только летом приезжать на стойбище и там учебу, учебу и так далее. Ну, она базовые знания мне дала, мама. Теперь я своим внучкам рассказываю. Тоже так же, повторяю, как мама меня учила. Говорю, то что же повторяю. Ну, а это, что ты так делаешь, как в ворона ходила? Она на меня смотрит, как в ворона ходит, спрашивает. Вот так. А Ксюша у меня вообще-то аккуратно вышивает. Ксюша, ты прямо как птичка вышиваешь, это как? Аккуратно. Идет, даже по наследству идет. Интересно так. С мамой всегда вот, когда отец рано утром ходил на охоту, только-только начиная светать, отца уже нету. Он давно на охоту забел. Мы с мамой целый день остаемся, она шеет, песни поет, там мне. Она же рассказала мне про птичку, про птичку лентяйку. И, наверное, видимо, скучно. Не, почему скучно? Сейчас я так думаю. Она просто творческий человек, поэтому же поет. И она рассказывает. «Оксе!» Говорит. У нее такой маленький столик, хубяка называется, она пышные оладушки печет, жарит и чай пьет. И она вот ей чайную пьет, и она рассказывает сказку. Говорит. «Оксе! Хочешь, я тебе про птичку лентяйку расскажу?» И начинает рассказывать. «Жила-была у речки бабушка. Она была старенькая, она слабенькая, жива одна. Однажды она хотела чайку попить, а ей надо было на речку за водичкой сходить. Думает, ой, как у меня ноги болят, как у меня косточки болят. Как я пойду?» Она думает, сидит. Вдруг слышит. «Чи-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти». Бабушка «О, птичка!» И говорит, «Птичка, птичка, сходи-ка за водой». А птичка, «А куда?» «На речку». «Ой, речку уже я упаду, а ты за веточку держись». «Ой, я ручки исцарапаю, надень рукавички, а рукавички порвутся», говорит птичка. «А рукавички заштопай». А птичка говорит, «А у меня иголки нету?» «Одолжись у сестры», говорит бабушка. «А где утра?» Бабушка уже начинает сердиться, что же лентяйка про себя думает. А птичка летает и летает, песни поет, веселая такая. Бабушка говорит, «Иголка, вот такая сумочка есть у сестры, вот иголка вот такой сумочки внутри, там найдешь иголочку, и зашьешь. А где эта сумочка?» Птичка говорит. «Эта сумочка вон там за той за рекой, на той горе высоко, высоко, там уродан». Уродан — это лабаз, да, где вещи хранят. Там хранится вот такая аусы, там внутри иголочка. А птичка говорит, «Ой, ой, ой, как я долечу до той горы, у меня силы не хватит». Она вообще лентяйка же. «Ай, я не смогу долететь». А бабушка уже рассердилась и говорит, «Видишь, вон, вон, ворона летит, садись на эту ворону, дойдешь до той горы». «Ой, как-то мне надоела эта лентяйка, птичка». Вот, птичка улетела, так и за водой не сходила. Мама мне говорит, «Видишь, птичка какая, лентяйка, а ты у меня такая хорошая девочка, шить умеешь, как птичка, птичка, но это другая птичка, ты не думай, что птичка хорошо вышивает, птички, значит, трудолюбивые, птички бывают разные, тоже, как люди». Она меня там учит, люди разные бывают. Это только после поняла, что она сказала, птичка разные бывают, это значит, люди разные бывают, оказывается, так сказала. И вот мы чай заканчиваем пить, потом идем по дроватам, все вместе, все время вместе с мамой были. «Музыка» Сейчас я покажу, как мы выделаем шкуру. Вот для этого есть инструменты, вот такие инструменты. Вот. Беру инструмент и начинаю. Так, сделаем перерыв и сказку расскажу. Как у зайчика, ушки стали черными. Жила-была бабушка в своей оранге. И она замещает, каждую ночь ее припасы исчезают, уменьшаются. Вечером положила мясо, нету утром. Лепешку положила, лепешки нету. Ну, она думает, куда она девается, вроде бы никого нету вокруг. Она решила ночью проследить, кто же это ходит, кто же это ворует. Легла бабушка и темно. Полночь, что-то шуршит там. Слышит, кто-то подходит. Она думает, вроде бы это не человек, вроде бы это не волк. Даже не росомаха, даже не суслик. Кто это может быть? Она чуть-чуть вот так смотрит. А дьявол ее открывает и смотрит. Смотрит. Зайчик заходит в орангу. Лепешку как? Вот так берет. Это время бабушка. Она уже приготовила с вечера. Полено. Вот такое. От костра. Черный кончик. Как раз похоже на поленку, да? От костра. Черный. Тут уголь. Она как хватит и зайчика вот так. Она попадает только на ушки. И поэтому ушки-то черненькие стали кончики. С тех пор у зайчика кончики уже черненькие. Вот и сказки конец. Тек-нян ухчан-дахээньмы немкаман. Ямм мунрукан курицарнякарина вача вот. Умна кааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Очень вкусно и очищая мои. Они от quality бедери. И у меня многие такие ребята, Square. Эту zombie population и изour ungefрашивая дем exclusive... Поехали. Сказка о Индии, которую рассказала моя мама Екатерина Петровна Дичкова. Я помню эту сказку, я очень люблю эту сказку. Жили-были два брата. Холостые они, они охотились. Они добывали пушнину. Однажды они остановились возле озера. Было дело осенью. Старший брат, как всегда, утром рано уходил на охоту. А младший брат, ой, Индия, в дом оставался. За водой ходил, еду варил, за дровами ходил. Ходил, это его домашняя работа. Так и дни шли. Однажды, как обычно, старший брат, рано утром снова пошел на охоту. Оиндия остался, как всегда, дома. И решил сходить за водой на озеро. Идет, идет посудой. И видит, лебеди летят. Не много лебедей. Лебеди летят. Потом смотрит. Лебеди там, вон там, недалеко. Остановились. Сели на берег озера. Он набирает воду из озера и смотрит. Эти леви и девушками стали, превратились в красивых девушек. В белых шкурах замшевых. Длинные волосы. Оиндия смотрит. Подкрался поближе. Через стальники смотрит. И влюбился сразу в одну девушку такую красивую. Он решил тут украсть его крылья. Спрятать. Он решил тут же жениться на ней. Подкрался. Идет. Схватил ее крылья. Домой побежал. И дома сидит. Как ни в чем не убал. Он думает. Девушка без крыльев никуда не улетит. А я женюсь на ней. Сидит, сидит. Ага. Слышит девушка. Приходит. Пока. Вот ярангу. Такой яранге сидит. Оиндия. Девушка открывает. Там сидит. И начинает петь девушка. Оиндия. Оиндия. Дай-ка мои крылышки. Оиндия. Оиндия. Дай мои крылышки. Я хочу улететь. А Оиндия говорит. Не дам. Не дам. Она снова поет. Оиндия. Оиндия. Дай-ка мне крылышки. Я тебе печень оленя дам. Я не хочу печень оленя. Оиндия. Оиндия. Я тебе почки оленя дам. Угощу. Я не хочу почки оленя дам. оленя. Девушка говорит, оиндя, оиндя, прошу тебя, дай мои крылышки. Я хочу улететь вместе со всеми. Я тебе дам кишки, оленя. А оиндя, да, кишки, я люблю, дай кишки. Я тебе крылья дам. Девушка, как раз у нее кишки были, так с внутренностями грязные. Она берет, схватывает, кинет ей в лицо. Все, лицо закрыто, ничего не видела. Девушка как схватила крылья, убежала. Все, и улетела. Так и он не смог жениться на лебеде девушке, потому что он любил кишки оленей, внутренности. Вот и сказке конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Девушки отдыхают. Долдырга нямер, ниута гайкар нисни. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Коиаттар. Уркуааанна хаттан. Това дэсэ дэсчен. Нонгэн. Хонгэмникан гуэн. Ой, инжа, болынжа, дэтлэ чар бубулига. Ой, инж гуэнтэма. Ой, инжа, болынжа, дэтлэ чар бубулига. Бостын гаста бубжимма. Отама гуэнни, ой, инжа. Хасалька ханулрын, мэргаттэн. Ягучи кэжим. Икалрын нян. Ой, инжа, болынжа, хонгэнгэ, гаста бубжимма, дэтлэ чар бубулига. Ой, инжа, ой, ой, ка, бейхэлтто гайару. Хонгэйвэйрым. Ингага, гажамагуан. Ма, дэтлэй бун. А там полный акт не умрет, благодаря этой встрече. Он испугался и сказал, что я не могу. Я вам не знаю, ты да. Вот такой и страшный акт. Оплесны на моем стакане. Я не вижу, что я не могу. Я не вижу, что я не могу. Вот я если переборки, я не могу. Конечно, это нет хорошо. Я не могу, что я не могу. Мотно.